Всем салют, RedHard тут. Ну что, ребятки, мы с вами продолжаем выживать в замечательной игре под названием DZ. Давайте приступать. Приятного просмотра. Сезон 6 серия 1. Да, ребята, наконец-то, наконец-то я произнес эти слова. Боже, как же я по ним скучал на самом-то деле. Начинаем мы с вами новый сезон на новом сервере. Как я и обещал, мы с вами проект поменяли. Ну, не знаю, временно-невременно. Ну, то есть, не навсегда же мы здесь с вами останемся. Все равно, рано или поздно, мы с вами перейдем куда-нибудь дальше, на какой-нибудь другой проект. Так, мы с вами начинаем с приятной находки. Начинаем мы с вами, смотрите, вот таким вот заключенным. Из-за того, что у нас есть с вами эта тряпка, фаер, кола и грибочек, шампиньон. На самом деле, нам с вами не повезло. Не повезло родиться настолько бедным типом. На сервере интересная система спауна персонажей. То есть, ты здесь при старте можешь быть кем угодно. Можешь быть зэком, у которого там минимум набор. Можешь быть также строителем, у которого почти такой же набор. А можешь быть каким-нибудь медбратом, у которого будут энное количество медикаментов. Плюс шматье медицинское по типу перчаток, маски там, всякая такая. Плюс у тебя может быть набор милиционера. То есть, ты сразу будешь уже в форме, в броне. С перчатками, с наручниками, со всякой такой фигней. Плюс ты можешь быть еще охотником. Ну, это мы с вами посмотрим, если будем с вами часто помирать, скажем так. А помирать на этом сервере, может быть, и придется. Кстати, еще одна фишка, смотрите. На этом сервере некоторые двери заперты. То есть, ну, понимаете, в лор сервера, в лор этой игры, это вписывается, как мне кажется, весьма-весьма интересно. Все-таки люди, когда дали свои дома во время какой-то там эвакуации, пандемии этой, могли за собой дверь запереть. Могли? Могли, спокойно. Плюс от старости могли... Бушлат пустой, но бушлате много слотов. Давайте, наверное, его оденем. Пока что дождя нет. Так, а куртку мы... Да, куртку мы с вами можем порвать на тряпки. Это хорошо. Какой классный звук. Так, одна тряпочка есть у нас. Хорошо. Вот. По лору они могли закрывать эти двери, пока уходили. Плюс некоторые двери могли рассохнуться, пока... Ну, от старости, грубо говоря, дерево какое-нибудь там рассохлось, не открывается. И чтобы открыть эту дверь, нам нужно с вами найти либо фомку, либо отмычку. То есть отмычка уже становится таким весьма и весьма ценным предметом. Так, грибочки это хорошо, грибочки нам пригодятся. Мы с вами только начинаем, а у нас уже с вами желтая вода. У нас уже еда с вами тоже скоро станет желтая. Да все потому, что мы начали довольно-таки бедным и голодным типом. Мы еще немножко замерзаем, но это потому, что мы с вами рядом с водой находимся. Как уйдем отсюда, будет нам полегче. Плюс дверь, конечно, можно выбить и голыми кулаками, и также ее можно выбить с помощью какого-нибудь инструмента. Но если вы будете голыми кулаками без перчаток бить по двери, у вас будут открываться порезы кровавые. И это на самом деле очень и очень плохо. Кстати говоря, то, что дверь закрыта, это там совсем не значит, что там есть какой-то лут. Или нет там лута. Это неважно. Так, куртка. Пустая куртку, можно порвать. Здесь, почему я заглядываю в инвентарь, здесь на сервере отключен плюсик. То есть, ну нельзя увидеть, есть там какой-то шмот внутри или нету. Пока сам в этот шмот не заглянешь, скажем так. Ну, в общем, будем знакомиться с вами с этим сервером. Будем пробовать выживать. Тут, ну знаете, интересные, своеобразные... Так, алкогольная настойка, хорошо, пригодится. Своеобразные интересные механики, с которыми мы с вами познакомимся по ходу нашего выживания. Но опять же, если вам зайдет. Ссылку на сервер я оставлю в описании. Там есть несколько серверов у этого проекта. На каком конкретно я играю, я вам не скажу. Но узнаем мои предпочтения, я думаю, вы легко догадаетесь, где и как я продолжу, скажем так, свои приключения. Все больше и больше мне нравится здесь на берегу шариться, потому что, смотрите, здесь весьма интересный и ценный лут мы с вами находим. Ладно, про сервер я вам немножко рассказал. По всей остальной фишке будем с вами знакомиться по ходу, скажем так, следствия. Вот, сейчас давайте будем уже приступать к нашему с вами выживанию. Начинаем мы с вами в электро, начинаем мы с вами с голой жопы, как у нас всегда это принято. Надеюсь, сезон будет интересный и продуктивный, скажем так. Хочется все-таки повыживать, хочется построиться, хочется попутешествовать, хочется испытать какие-то определенные эмоции. Только почему мы замерзаем, я, если честно, не понимаю. Ну, у нас бушлат сильно поврежденный, но плюс, наверное, шмотки заключенного нисколько нас не греют. Здесь вот есть у нас военные контейнера, которые проходить ни в коем случае нельзя, потому что что? Потому что всякое может быть, и вдруг здесь где-то сейчас будет какое-нибудь оружие. Вот, пожалуйста, Ксюха. Хотя она, конечно, сильно повреждена и без патронов, но почему бы не взять? Патроны-то мы с вами сможем найти по ходу следствия, наверное. Может быть, и не сможем найти. Ну, пока у нас с вами есть, скажем так, пустые слоты, мы ее обязательно прихватим, потому что в нашем случае разбрасывать с такими ценными вещами не приходится. Ну, плюс у нас с вами есть, куда все это дело положить пока что. Поэтому однозначно берем. Так, ты кто такой магазин на FNX? Стой, 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 стой. Блин, у нее рюкзак, на самом деле ее бы как бы это самое замочить, но, к сожалению, у меня нечем. Голыми кулаками с зомбарями лучше не связываться, потому что будут порезы, плюс зомбари здесь немножечко, как я понял, усиленные. В плане того, что у них больше хп, плюс у них занижен урон в корпус. И здесь еще, знаете, что интересно, здесь у зомбарей разные, скажем так, характеристики, грубо говоря. То есть, ну, я там вкратце в дискорде читал. Блин, закрыто. Закрыто, твою мать, все закрыто. Вот эти вот запертые двери иногда так сильно мешают, так сильно раздражают, потому что ты просто бежишь от зомби и не сможешь, не можешь забежать ни в какое здание, потому что там заперто двери. Тоже добавляет такой интересный, скажем так, перчинки в выживание. Блин, здесь заперто. Пока не найдешь фомки, пока не найдешь отмычки, это прям беда. Вот вроде бы хочешь залутать здание, а здесь все нахер заперто. Это не круто, на самом деле. Такая же ситуация может быть с вами и на военном объекте. То есть, вы можете спокойно прийти на какую-нибудь военную базу, и там все может быть заперто. Чтобы открыть, нужен какой-то инструмент. А это шум. А шум, как вы знаете, привлекает всех этих ходячих. Блин, давайте, наверное, сожрем, что ли, а то что-то у нас прям вода желтая, еда желтая. Прям вообще по беде. Нужно как следует перекусить тем, что у нас с вами есть. Грибочек, к сожалению, я нельзя, не знаю, можно кушать сырым или нельзя. Но на сервере есть система болезней, такая более-менее развитая относительно ванили, скажем так. То есть, также можно заболеть зомби-вирусом, можно там отравиться, надышаться всякой херни. Также присутствуют различные хим-зоны, газовые зоны. Но их всего три, насколько я понял. На ССЗ, на ТИСах и на Троицком. Все остальные военные объекты без какого-либо заражения. Просто с кучей зомбарей. Так вот, про зомбарей, которых я вам хотел рассказать. Как я успел прочитать в Дискорде, у зомбарей обычных, гражданских, ничего такого особого нет. Так, это что, патроны на ОСС? Хорошо. Никаких таких особенностей нет. У них просто уменьшен урон в корпус, там, грубо говоря, процентов на 20-30. А вот дальше уже начинаются интересные приколюхи у других зомбарей. У зомбарей, пожарников и милиционеров увеличен урон. То есть, они бьют сильнее, чем обычные зомби. У зомби-медиков, насколько я понял, повышенный шанс нанести кровоточащую рану. Ну, а кровоточащая рана, вы сами понимаете, это какая-то болезнь, какая-то болячка, какое-то заражение, которое требует медикаментозного вмешательства. Само собой, оно, к сожалению, не пройдет. Блин, заперто. А там ведь по-любому где-нибудь что-нибудь интересненькое лежит. А может и не лежит, кто его знает. Блин, ну я говорю, пока фомки не найдешь, прям так, садовая известь. Садовая известь, это хорошо. Здесь можно заниматься крафтом кожаной одежды через садовую известь, то есть шкуру через садовую известь выделываешь. И уже с помощью скорняка крафтишь себе какие-то кожаные шмотки, типа там штанов, курток и прочей-прочей лабуды. Вот. Блин, сказал про кожаные шмотки и забыл, что хотел еще рассказать. Так, заперто. Видите, то что дверь заперта, снутри есть ее тоже открытельная, но здесь лута вообще никакого нет. То есть это абсолютный рандом, насколько я понимаю. Может быть шанс, конечно, больше, но я пока особо в этом, скажем так, не разобрался. Сервер интересный, мне на самом деле очень понравился. Попробуем здесь с вами повыживать, поприключенчивать. Есть, кстати, на сервере некоторые мобы, которых нет в ванильной версии игры. Как бы вы сказали, мутанты. Но здесь они интересные. Здесь не мутанты, здесь, грубо говоря, по лесу, когда ты бежишь, на тебя могут напасть волки, дикие животные. О, ни хера себе, ножовка. Вот это хорошо. Но что мне с ней делать сейчас? Ножовкой, в принципе, мы с вами сможем открывать какие-нибудь консервы и прочие-прочие предметы. Плюс можно напилить себе веток, можно отпилить кому-нибудь голову, вон тому зомбарю, например. Вот, в лесу вы можете встретить волков, а в городе вы можете встретить собак. Пока что на сервере добавлены только две собаки, это овчарка и питбуль. И на самом деле они очень часто прибегают, но если нам с вами очень сильно не повезет, мы их с вами встретим. Они не такие, чтобы уж прям пипец какие сильные, но напакостничать очень сильно могут. На самом деле, пока у тебя нет хоть какого-то, блин, маломальски интересного оружия. И если под рукой нет никакого здания, где их можно запереть, нифига себе. Аксю, 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 а у нас какая? У нас сильно повреждена, давайте вот эту нетронутую возьмем. По луту, как на сервере, я не знаю, есть тут эти тир-зон, нету тир-зон. Ну, в радейках и в хим-зонах, понятное дело, спаунится какой-то лут поинтереснее. Также на сервере есть рейды с помощью взрывчатки, которую нужно крафтить. Вот так я так понимаю, что какие-то там топовые пушки и плюс вот эта вот сама взрывчатка находится в рад-зонах. Но я в эти зоны еще сам не ходил, поэтому я вас очень сильно могу обмануть. И дабы этого не делать, я, наверное, про это говорить не буду. Давайте разорвем нашу тряпочку на тряпке. Интересно, на звук рвущейся тряпки зомбари агрится, не агрится? На самом деле я этого не знаю и проверять совсем не хочется. Потому что в ближнем бою здесь зомбари весьма и весьма опасные. Это я вам говорю, как человек, который проверил это на собственной шкуре. Если через окошко бить, конечно, да, там можно что-то такое сделать. Но пока нет перчаток, я на самом деле не хочу этим заниматься, потому что вдруг здесь можно заболеть, пока ты голыми перчатками с каким-нибудь инструментом будешь зомбарей херачить. Проверять я этого не буду, потому что мы с вами уже начали такое полноценное выживание, которое приведет нас к какой-нибудь, я не знаю, базе, херазе или еще чему-нибудь. Во всяком случае, я на это надеюсь. Плюс также, если вас совсем прервнет по еде, по воде, можно потрясти фруктовые деревья. То есть, есть шанс, что с них упадут какие-нибудь яблоки, груши, сливы или еще что-то. Но в этот раз у нас, к сожалению, ничего не упало. Плюс еще можно покопаться в мусорках, чтобы поискать каких-нибудь себе объедков или прочих-прочих приблуд. Вот смотрите, что я имел в виду, когда говорил, что можно дверь выбить любым инструментом. То есть, подходите и просто начинаете хреначить по этой двери, как любая дверь, которая закрыта на отмычку. Но таким образом, как я говорил раньше уже, руками вы получите кровотечение. А если вы будете каким-то инструментом выбивать эту дверь, то инструмент будет очень быстро тупиться. Потому что, смотрите, вот уже у нас с вами пила была в состоянии пристин. Это вторая дверь, которую я открыл ею, и она уже стала в состоянии поношена. Блин, на самом деле нужно нам с вами двигаться в сторону колоночки. Потому что я тут пока разглагольствую, наш Дзимк уже начинает потихонечку страдать от жажды. И это не круто. Мы с вами вроде бы только начали, а уже начинаем страдать. Хотя мы с вами выпили, попили, перекусили даже немножко, но все равно как-то, блин, страдаем. Ну ладно, хорошо, тут хотя бы колонка есть недалеко. Вон в той стороне, около полицейского участка. Но правда там вон зомбари что-то бегают. Что ты бегаешь, друг? А, тут же вагончики есть. Блин, как я мог забыть, как я мог пропустить вагончики. Нужно сейчас быстренько чекнуть, что у нас может быть в вагонах, что мы сможем здесь вообще найти. То есть, понимаете, не только двери в дома могут быть заперты. Даже вот эти вот двери в вагонах могут быть заперты. Багажники машин могут быть заперты. Любая вещь, которую можно открыть, ну, вещь, ну, при какой-нибудь там здании, заведении, скажем так, автомобиль и прочее. Твою мать, ты что делаешь, а? Женщина. Господи, я перекакался немножко. Вот, любая дверь, которую можно здесь открыть, она может быть с каким-то шансом заперта. Так, там тетя стоит. Зомбари на самом деле. Немножечко поднаели. Блин, полицейские. Ой, этот пожарный участок, нужно бы еще зайти туда. Так, там что, каска лежит? Нахера она нам с вами не нужна? Или, может быть, нужна? Но сейчас нам с вами бы найти какой-нибудь рюкзачок. Рюкзачок и бутылочку, чтобы попить, потому что страдать мы сейчас с вами будем именно от жажды. Я говорю, нам с вами не повезло начать вот таким вот нищим зэком, у которого нету ничего, никаких емкостей. Но на самом деле это даже интереснее, потому что, когда ты начинаешь... Блин, заперто. Когда ты начинаешь таким уже залутым типом, нету такого самого азарта, нету интересного самого в начале выживания, когда тебе нужно все найти. Блин, и здесь заперто. На самом деле, впереди еще очень много у нас с вами этих запертых дверей, и раздражать они будут просто чудовищно. Ладно, что-то как-то в вагонах нам с вами не повезло. Может быть, в машинках что-нибудь будет интересное? Да нету здесь нигде ни хера ничего. Да. Так, какой у нас тут вагон был заперт? Вот этот вагончик у нас был заперт. Тут у нас спортивные штаны. Обязательно нужно залезть, посмотреть вдруг, что в карманах лежит. Вот, пожалуйста, смотрите. Видите, в карманах что-то лежит, а плюсика нет. Ну, не знаю, как вам, мне это дело интересно, потому что, ну, это как бы выглядит действительно как-то по лору, потому что, ну, как ты определишь, что в кармане, вот, лежит там куча шмоток, да, как ты определишь, что в кармане лежит пачка патронов небольшая? Никак, только прощупаешь, посмотришь, и здесь это как бы вот таким вот образом реализовано. Скрафтилил я себе веревку про запас, потому что, ну, мало ли что, вдруг найдем мешок, сделаем себе рюкзачок. Так, там тоже зомбари ходят. И там зомбари ходят. Блин, везде одни зомбари. На самом деле зомбари не так уж и много для такого крупного города, но все же они поднадоедывают. Так, вот этот вагон у нас еще был закрыт. И тут у нас нихренашеньки нет. Ладно, давайте сходим до колоночки, сейчас напьемся до сыта. И дальше уже будем думать, куда нам с вами путь держать. Что-то я не пойму, вон там впереди стоит то ли зомбарь, то ли человек. Нет, это человек бегает по железнодорожным путям, видимо, ищет камешки, чтобы сделать себе каменный нож. Не будем мы его на самом деле тревожить, потому что у нас с вами сейчас задача простая. Сейчас нам нужно добежать до колонки, обойти всех зомбарей, которые вокруг не тусуются, и здесь что-то как-то очень много. Опа. Вот он. Это, мать его, питбуль. А, нет, это бульдог. Чё наговорил? И, видимо, вот этот вот пацан, который там бежал в конце, всё-таки это пацан какой-то был, а не зомбарь, он, видимо, этих собак и загасил. На самом деле, её бы разделать, это подняло бы немножко наш навык охоты, который здесь нужно качать, и плюс с неё падает мясо с кишками, которое можно сделать, можно превратить в одну интересную штуку. Ну, найдём нож, я вам покажу у нас. А, кстати, ножовка. Так, 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 ножовка, 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 иди сюда. Ножовкой можно? Да, отлично, ножовкой можно разделать. А почему нельзя? Блин, то ли потому что это чужая собака, то есть она убита не мной, нельзя разделать, то ли потому что она в ступеньках в текстуре лежит, то ли просто потому что её нельзя разделать ножовкой. Я не знаю на самом деле. Блин, здесь заперто. Придётся обходить. Интересно, а чем этот пацан её убил? На самом деле, её можно убить и кулаками, эту собаку, но она вас немножко погрызёт, она пустит вам кровотечение, вы потеряете очень много крови, а это как бы не есть круто. Плюс у неё в зубах может быть всякая херня, она может вас заразить, это тоже не круто. Поэтому лучше её либо из чего-то такого действительно весомого замочить, либо лучше её где-то закрыть. Нужно нам с вами напиться, желательно, конечно, до полной бутылочки, но у нас с вами вряд ли это получится, потому что здесь в округе ходит очень много зомбарей. Сейчас, пока я тут буду пить, как бы мне жопу не откусили. У меня из оружия только одна ножовка. Это как бы для ближнего боя не очень круто. Горло только если перепилить оппоненту, то да, подкрался сзади, такой и это, жук-жук-жук-жук, отпилил. Ладно, сейчас, короче, нужно как следует напиться и чёпать дальше. Мы с вами хотели сходить в пожарную часть. Так, отлично, бутылочка стала белая, но нам нужно с вами выпить всю эту воду, скажем так, переварить её, пока когда у нас в память будет полный желудок, и потом напиться ещё раз. Просто про запас, потому что вода здесь уходит очень и очень быстро. Трата единиц гидрации и единиц калорий здесь тоже, скажем так, своеобразная, ну, не знаю, приближенная к реализму, что ли. Не знаю, как на самом деле это сказать. Просто она другая, просто она больше, чем на других, скажем так, серверах. О, смотрите, я смог найти рюкзак. Знаете, после такого долгого периода игры на определённом сервере, когда ты находишь какой-то жёлтый марлин, сразу думаешь, ух ты ж, ни хера себе, полный комплект хинзы. А тут на самом деле лежит, о, всего лишь бутылочка спрайта. Но это на самом деле очень хорошо. Так, тётя, а у тебя что за рюкзак? У неё вроде как обычный рюкзачок. Давай, одевай. Инвентарь рюкзака здесь мы тоже посмотреть не можем, пока не возьмём его в руки. Мне эта фишка, признаюсь вам честно, нравится. Не могу ничего с собой поделать, но в играх про выживание, про реализм, скажем так, такая фишка должна быть. Так, вот и камешек один. Хорошо, найдём ещё один. Будет у нас с вами каменный нож. Но у нас это не в приоритете, потому что у нас с вами есть ножовка. Так, я не помню, договорил я вам про зомбарей или не договорил. Давайте сейчас кратко. У обычных зомбарей никаких фишек, просто уменьшенный урон по корпусу. Ох ты ж топор, ни хера себе. Вот это круто. Плюс ещё в хорошем состоянии. Охренеть. Вот, у пожарников и ментов, скажем так, слегка увеличенный урон по персонажу. Ну, то есть по нашей тушке. И ещё, кто у нас там остались? У медиков высокий шанс нанести кровоточащие раны, а у военных огромный урон. То есть один военный зомбарь с пяти тычек может просто аннигилировать персонажа. То есть вы понимаете, да? Приходишь на военку, сагрил случайно зомбарей, пять ударов, ты труп. Но это я утрированно говорю, это согласно данным в Дискорде. Как оно на самом деле? Это всё нужно будет проверять. Проверять на собственной шкуре. И мы этим с вами когда-нибудь и займёмся. Вон они ходят. То есть, видите, вот это обычный гражданский зомби. Ну, просто зомби и зомби. Просто у них увеличенное ХП. В голову с патрона они убиваются, по-моему, с одного выстрела. Но вот именно оружием ближнего боя заковырять их лучше через окошки. Потому что просто так в бою на самом деле даже два зомбаря могут вас убить. Ну или это я просто такой же поруки-выживальщик, что у меня это дело не получалось. Так, я на самом деле не знаю, что здесь смотрю. Я же нашёл один топор. Может быть, конечно, пожарные шмотки бы мне пригодились. Какие-нибудь по типу куртки и штанов. Каска-то, наверное... Хотя я вот в этой зелёной каске хожу, она палевная, просто пипец как. Так, ну тут уже выход. На крышу-то что, полезем? Давайте слазим ещё на крышу. Блин, шифтовать начинаешь сразу, и вода и еда уходят вниз на три полоски. Поэтому на сервер лучше не бегать. Просто нажимаешь, когда шифт, когда ты идёшь в приседе, когда ты идёшь, ползёшь по лестнице, спускаешься, и сразу начинает еда уходить на три полоски вниз. Так. Здесь у нас вот ещё больничка есть. На самом деле... Заглянуть бы в неё тоже. Чё-то они там делают? Целуются, что ли? Бесстыдники какие. Заглянуть бы туда, посмотреть, какие медикаменты у нас здесь есть. Кстати говоря, антивирус. Антивирус здесь крафтится довольно-таки проблематично. Найти просто так готовый, я не знаю, можно или нельзя. Может быть, его можно купить. Отвали! Отстань! Так, на самом деле, чё, давайте мы его здесь закроем. Давай-давай-давай-давай. Всё, посиди, подумай над своим поведением. Скрафтить я знаю, что можно его с помощью микроскопа. И для крафта нам нужны мозги зомби. То есть, вам нужно по-любому убить и разделать зомбаря, чтобы скрафтить себе антивирус. И плюс нужна ещё пачка вашей крови. Ну, не вашей крови, просто пачка крови нужна. И для всего этого нам нужен с вами микроскоп. Это самая, мне кажется, такая редкая и ценная вещь на серваке. Поэтому антидот... Антидот довольно-таки дорогостоящая вещь и редкая. Поэтому лучше на зомби, скажем так, не нарываться. Не получать от них люлей, потому что исцелиться от этого будет очень-очень проблематично. Также на сервере есть сейв-зона с торгашами. Но я ещё там, честно вам скажу, ни разу не был. Что она из себя представляет, что можно продать, купить, я не знаю. Всё это мы будем с вами изучать, скажем так, вместе. Так, где-то тут зомбари кряхтят. Чё такое, шапочка? Нет. На самом деле, мне бы пригодились сейчас какие-нибудь перчатки. Пусть даже силиконовые, которые прозрачные, вот здесь медицинские. До свидания. До свидания. Там вот тёте приём был, а мы с вами ворвались. Это не культурно. Она, наверное, пациента ждёт, а тут я с топором и с ножовкой. Так, активированный уголь, хорошо. Уголь нам с вами пригодится, чтобы... Ну, пока что я, на самом деле, я знаю, что уголь применяется для заправления фильтров в противогаз. Какую болезнь он лечит и лечит ли вообще, я ещё не знаю, потому что я ещё не находил его этот уголь и не лечился с помощью него. Но в... Так, давайте топором, что ли, попробуем выбить дверку. Давай, давай, открывайся. Ну, отлично. Так, не зря. Да, не зря. Вот, наверное, у нас с вами уже шесть уголька есть, это хорошо. Но нам бы какой-нибудь тетрациклинчик или что-нибудь там, физраствор какой-нибудь. К сожалению, этого здесь нету. Так, мы с вами уже хотим кушать. Это неприятный сюрприз, я думал, нам с вами... Хватит того, что мы имеем. Так, ладно, на крышу я не буду выбивать, не буду я гадить свой топор, скажем так. Так, нужно пошариться нам по домам, найти себе покушать. Или, или, или попробовать пожарить вот эти вот предметы, которые у нас есть. Плюс у нас с вами есть газировочка, если что, с помощью неё мы... Так, фаер мне... Ну, давайте оставим, пусть лежит на самом деле. Верёвку тоже пока оставим. Мало ли что, вдруг она мне пригодится. Спирт оставим. Патроны давайте все сложим в рюкзак, потому что они мне сейчас вряд ли понадобятся, потому что никакого огнестрела нет. Патронов, на самом деле, нашли много. Это хорошо. Найдём оружие, будем зомбари потихонечку стрелять. Ножовку тоже давайте скинем в рюкзак, потому что она мне сейчас с собой не пригодится. Просто потому, что у меня есть топор. Зачем мне ножовка, если у меня есть топор? Так, ладно, давайте сейчас пойдём себе поищем пожрать. Может быть, потрясём каких-нибудь яблок. Может быть, просто в домах пошаримся, в надежде найти что-нибудь пожрать. Но если уж припрёт... То съедим нашу пепсю. Надо, кстати, парочку зомбарей... А, у меня перчаток нет. Хотел сказать, надо было бы убить парочку зомбарей через окошко топором. Посмотреть, что у них есть в карманах. Но без перчаток я боюсь подхватить какую-нибудь болячку. Поэтому пока что я этим заниматься не буду. Нужно, кстати, в машинках посмотреть. Может быть, тут близлежащих стоян в машинках есть какие-нибудь медицинские принадлежности. Так, здесь нету. И вот у нас тут ещё одна машинка рядом. И здесь... Здесь тоже нихера нету. Что ж такое, а? Да, по медицине, конечно, голяк. Один уголь и всё. Нужно, кстати говоря, ещё в центр сходить. Там вон магазин есть. Там есть военная палатка. И плюс, наверное, забежать в полицейский участок. Вдруг нам с вами повезёт найти какую-нибудь пушку патронов. Это мы с вами уже полно нашли. Вот этот полицейский участок. К сожалению, мне довелось проверить то, что зомбари агрятся на звук. Я себе хотел стрясти яблочко какое-нибудь с дерева. Но, к сожалению, я стряс себе только зомбаря на хвост. Это на самом деле нехорошо. Сейчас он будет там ходить орать. Так, полицейские штаны на 20 слотов. А у нас штаны заключённого. Переоденемся давайте. А, штаны заключённого, пардон, на тряпочке. На самом деле мне вроде тряпочек там уже много так не надо. Сколько у меня их? Шесть штук. Пускай будет. Больше, наверное, пока что этими делами мы заниматься не будем. Шесть тряпок мне вполне себе хватит. Лучше бы, конечно, найти бинт. Потому что, я не знаю, вроде бы с помощью тряпки можно занести себе какую-нибудь заразу в организм. А нам бы этого с вами сейчас пока что не хотелось. Так, чёрный ход заперт. Это хорошо. Если кто-то будет ломиться, мы с вами услышим. Чем больше в здании дверей, тем больше шанс того, что здесь какая-нибудь дверь будет закрыта. И ни хрена себе вы залутат здесь не сможете. Потому что будет нахер заперто всё, и вы просто не зайдёте. Так, ну полицейский участок, давай я чем-нибудь меня порадую. Все двери закрыты здесь, значит, никого, скорее всего, не было. Так. У нас где-то вот здесь вот должна быть, да, оружейка. Ага. Хер оружейка. Давайте ещё на крыше, что ли, чекнем. Блин, ну чё такое? Одни полицейские штаны и то пустые. Так, ладно, давайте вот эту дверь выбьем. Блин, найти бы ломик на самом деле, а по красоте бы найти вообще отмычку. Я знаю, что отмычка продаётся у какого-то торговца, а вот можно ли её найти или нельзя, я на самом деле ещё пока что не знаю, потому что я ещё не находил. Блин, зря ломали топор об эту дверь, потому что здесь ни хрена нет. Такое ощущение, как будто, что здесь всё залутано. То есть, чё, во всём здании только одни пустые штаны и всё. Эх, на лесах вроде тоже ничего нету. Блин. По еде, конечно, у нас с вами немножечко проблемы. Ладно, пошли сейчас добежим до палатки. Там у нас с вами ещё есть парочка таких интересных мест, где может быть разный лут. Интересный быть. И потом уже будем углубляться, скажем так, в поиск продовольствия. Потому что это всё-таки первоочередное дело. Нужно как следует. Нажраться на пицце. Так, ты кто такой швейный набор? Хорошо, отлично. Можно будет подлатать вещички свои. Где-то орёт. Падла. А где орёт? Я не знаю. Я её не вижу. Здесь вроде ничего нет. Ладно, давайте пойдём сразу в палатку. Давай магазин на Ксюху с патронами. Это было бы просто, блин, великолепно. Так, ты кто такой? Коробка патронов 45 АЦП. Ну ладно, тоже хорошо на самом деле, потому что у нас есть с вами магазин на FNX. Найдём сам FNX и будет нам с вами счастье. Я, конечно, хотел найти себе хоть какой-нибудь пистолетик, может быть. Ну там вон ещё есть КППшка, можно заглянуть. Плюс тут магазин тоже нужно осмотреть. Что-то было вроде, да? А, это дверь, наверное, да? Да. Скорее всего, это была дверь. Так, спортивная куртка пустая, блин. Да. Я думаю, будет у нас с вами такое повеселее начало, что мы с вами сможем нажраться на пицце и сразу уходить в глубь карты. Но нет, не тут-то было, скажем так. Так, конечно, если сейчас пойти трясти фрукты, какие-нибудь фруктовые деревья, то, может, мы с вами пожрать и найдём. Но на этот звук прибегут различные местные жители, которые будут охранять, скажем так, эти яблоки. И, кстати говоря, вы увидели самую такую основную, скажем так, проблему этого сервера. Но сервер очень маленький онлайн. Потому что сервер открылся недавно. Именно вот этот вот, на котором я играю. У него есть ещё собрат... Ладно, не буду темнить, у него есть собрат ПВЕшный. И там онлайн довольно-таки неплохой. А вот именно на ПВП проекте почему-то, к сожалению, он страдает. Но я надеюсь, что благодаря вам мы всё это дело сможем исправить. Давайте, наверное, вот таким вот образом будем выглядеть. По броне, по защите, мне кажется, что тот, что тот херня. Ничего, никакой защиты оно не даёт. Но выглядит всё-таки это посолиднее и понадёжнее, скажем так. Так, КППшка, ну давай мне какой-нибудь пистолет, какой-нибудь огнестрел, чтобы я уже более защищённым себя чувствовал. То вроде бы всего лишь там играет питток человек. А мы с вами всё равно кого-то видели недавно. Так, магазин. Блин, на магазин на Скорпион. Чёрт, самого Скорпиона-то нету. Что за непруха, а? Дождь пошёл. А у нас с вами шмотки все промокают. Ой-ой-ой, это плохо. Сейчас будем замерзать, сейчас будем болеть. Так, тут заперто. Нужно осмотреть гаражики на предмет каких-нибудь, я не знаю, инструментов. Может быть, запасных, может быть, камней точильных. Может быть, ещё чего интересного. Не знаю, что там вообще можно найти в этих гаражах. Ой, новый сервер, новые все эти точки спавна, лута, новые механики, новые приколюхи интересные. Всегда это всё так волнующе, так интересно на самом-то деле. Я, кстати говоря, хотел бы извиниться перед вами за то, что так долго не было видео на канале. Всё на самом деле очень просто. Я планировал снимать, честно вам скажу, на сервере под названием Завет. Это уж очень он мне понравился своими механиками крафта и прочими-прочими такими интересными приблудами. Но, к сожалению, он очень долго восстанавливается после патча 1.10, и поэтому мною было принято решение перейти вот на этот сервер. Сервер называется Апокалипсис. Я не помню, говорил я, не говорил. Может быть, уже второй раз говорю. Так, аккумулятор лежит, кто-то здесь его скинул давно-недавно, я не знаю. Так, ботинки у нас поношены, а это походные ботинки в хорошем состоянии, давайте их возьмём. Не знаю я на самом деле, как быстро здесь изнашивается обувь, но вот мы с вами вроде как начали в пристиновых кроссовках, а сейчас они у нас уже с вами поношены. Значит, со временем они могут стать и заруиненными. Так, вообще всё заперто, какого хрена, спрашивается. Ну-ка, пустите меня быстро внутрь. Слушайте, ещё патроны. Охренеть, патронов на сервере просто в завалиху. И это хорошо, на самом деле. Зомбари постреляем вдоволь, если, конечно, найдём чем стрелять. Но здесь вот ещё такие зелёные будки охранника есть. Я думаю, у нас там шанс-то найти что-нибудь интересненькое в плане огнестрела повыше, чем в обычных домах. Поэтому давайте сейчас быстро здесь пробежимся и уже, правда, будем отправляться на поиски провианта, потому что у нас с вами уже скоро будут большие с этим делом проблемы. Блин, заперто. Что я сказал, у нас с вами будут большие проблемы? У нас с вами уже большие проблемы. Я нашёл себе банку. На сервере присутствует такая механика, как консервация. То есть овощи можно, скажем так, консервировать в банке. То есть можно закрыть себе солёненьких помидорок, солёненьких кабачков, перчиков. Чё у нас там ещё можно взять? Маска хоккейная. Нахера она мне не нужна? Мне бы на самом деле пожрать, потому что, ребята, я уже умираю с голоду. Это просто какой-то капец на самом деле. Я чё-то не рассчитывал в первой серии уже сразу помирать с голоду, но уже есть как есть. Давайте попробуем потрясти деревья. Давай, давай, мне нужны какие-нибудь овощи, фрукты, продукты. Давай, колбаска у меня какой-нибудь, бутербродик с хлебушком. Пожалуйста, что-нибудь. Блин, на этом дереве нет фруктов. А здесь? Где, где, где деревья, которые можно тряхануть как следует, чтобы с них упало что-нибудь? Блин, может быть, зомбарей поубивать? Может быть, у них в карманах что-то есть? Или я не знаю. А, у нас же спрайт есть. К сожалению, здесь не реализована механика, что то, что у тебя на лице, мешает тебе пить и есть. И заниматься прочими оральными, скажем так, приблудами. Ой, чё несу. Вот, но я думаю, это легко поправить. Я надеюсь, когда-нибудь это сделают. Давай, фрукты, фрукты, пожалуйста. На этом дереве нет фруктов. Я на самом деле с дерева ещё не стряс ни одного фрукта, блин. Давайте, наверное, знаете, что сделаем? Так, хорошо. Кола нам восстановила яблоко до жёлтого. Мы хотя бы хп-шки сейчас терять не будем. Так, две короткие палки. Этого нам, наверное, будет мало. Давайте сейчас ещё рубанём. Режься. Надо сейчас где-то здесь, в каком-нибудь из этих домов, развести себе костёр. Немножко согреть свою тушку, просушить свои портки. И заодно зажарить наши грибочки. Сейчас в камины добавились парочка слотов, в которых можно добавить овощи, фрукты, чтобы они там вялились. А у нас, кстати, есть какая-нибудь... У нас с вами есть бинт. Давайте с помощью бинтика сделаем костёр. Так, и, по-моему, если я не ошибаюсь, дождь прекратился, да? Чисто бушлат нам намочило, чтобы нам не так легко было, скажем, выживать. Так, давай кастрик ссу его в камин. Это нам сюда. Вот у нас здесь есть слоты для копчения. А есть слоты просто для того, чтобы у нас всё это дело пожарилось. Так, а у меня спички тоже в рюкзаке, да? Давайте вот их сюда переложим. Давайте разожжём костёр и пойдём пошаримся пока что в других домах, а грибы наши с вами пусть здесь готовятся. Заодно проверим, можно ли тут пищу горячую употреблять или нельзя. Кстати, интересно будет посмотреть, как происходит весь этот процесс консервации. Ну да, как я и сказал. Дождь закончился, лопата, ни хера себе. Слушайте, да мы тут с вами в первой серии сразу же становимся такими. С зажиточными типами. Так, ты же влезешь у меня сюда. Да, ты влезешь. Это хорошо. Это очень-очень хорошо. Нужно не провтыкать момент, пока у нас с вами там будут жариться грибы. Я не знаю, на самом деле, сколько времени они будут приготовляться. Но я надеюсь, что мне хватит этого времени, чтобы залутать эти домишки. Если они хоть один будут открыты. Блин, надо на самом деле переставать шифтовать магазин на ИШ. Это хорошо. У нас с вами очень много патронов на ИШ. Найдем пистолет. Будет вообще зашибись, потому что у нас с вами уже магазин даже есть. Блин, хоть бы и жонок бы попался. Можно было бы тогда зомбарей пофармить, поискать что-нибудь у них в карманах. Эх. Так, штаны с фаером. Ну, с фаером я не знаю, нужны ли мне эти фаеры или не нужны. Ну, давайте возьмем. Вдруг их можно кому-нибудь будет в будущем сбагрить. Ее, пермитеатра. А, горячо. Ну, блин, они оба сгорели. Твою мать, а. Ну, и дождь начался. Екатерный театр. Сходил вот в эти два дома и все, вернулся сюда. И моим грибам уже пришла хана. На самом деле это очень плохо. В общем, нужно сейчас пока что на первое время совсем забыть про кнопку шифта. Ибо это вообще не дело. Черт, а. Хоть правда иди зомбарей кроши с голыми руками. Ну, как с голыми руками, с топором. Но обыскивать тела нам надо будет голыми руками. А это уже чревато какой-нибудь болячкой. Блин, это не круто. И из города ты особо не уйдешь. Потому что, ну, как бы, ни докуда не дойдешь. Раньше сдохнешь. Эх. Дымок с трубы идет, красота. Блин, ну грибы очень жалко. Ну, какого хрена? Жесть. Просто жесть, а. Хоть фруктов, что ли, пойти поискать. Может быть, повезет мне в конце-то концов. И смогу что-нибудь найти себе съестное в этих деревьях. Проклятых. Офигеть, смотрите, что нашел. Блин, это термос. С какой-то жидкостью внутри. Я не знаю, на самом деле, стоит ли, не стоит нам ее пить. Потому что, ну, как бы, сами понимаете. Давайте вот так вот сделаем. Потому что, мало ли, она там может быть отравлена какая-нибудь. А у нас с вами ни одной таблетки для очистки воды нету. Поэтому лучше я пока что этим делом заниматься не буду. Вот так вот давайте сейчас сделаем. Вообще, можно вот эти ботинки одеть, потому что они сухие. Эти-то у нас уже мокрые. А эти еще пока что сухие. Термос хорошо. Термос влажный стал. Но, к сожалению, я пока что не нашел ни одного съестного предмета. С помощью лопаты, кстати, можно накопать червяков. Я вот думаю, а может быть нам с вами сходить на рыбалку. Попробовать скрафтить самодельную удочку. У нас с вами веревка как раз таки есть. Длинная палка есть. Крючок можно сделать. Я, кстати, не знаю, можно ли с помощью топора или ножовки сделать крючок из кости. А где я хочу взять кость, спросите вы. А можно будет разделать зомбаря. Но опять же, опять же, перчаток нет. Курица. Где-то слышу курицу. Слышать слышу, но, к сожалению, не вижу. Блин, сейчас бы, конечно, курицу загасить, зажарить и съесть ее было бы очень хорошо. Прям очень-очень хорошо на самом-то деле. Вот только где она орет? Сейчас ни в траве ее не разглядишь. Нигде ее не увидишь. Блин. Ладно, остается надеться на фруктики. А вот что-нибудь нам с вами здесь и упадет. Спец патронов, конечно, попадается что-то прям чрезмерно огромное количество. Но вот еды нету вообще никакой. Я не знаю, то ли я такой неудачник, то ли мне прям так очень жестко не везет. Но я еще не смог не найти ни одного, блин, фрукта во всех этих деревьях. То ли здесь настолько мелкий шанс. Но это на самом деле и хорошо, потому что фруктовых деревьев очень много. Так, что-то упало. Яблоко. Давай, жри. Жри и пихай его в себя прям целиком. Давай-давай, насыщайся. Надо, короче, забыть про шифт вообще просто абсолютно. Я балбес по старой привычке на шифте бегал. Но что-то как-то это не круто. Потому что мы с вами уже и устали очень сильно. Как вы заметили, на сервере есть система усталости. Да и еда у нас с вами уходит просто капец как сильно. Да, конечно, за едой, за водой на этом сервере придется следить очень и очень тщательно, скажем так. Блин, а. Чую все-таки придется сейчас поубивать зомбари. И, судя по звуку, мы с вами приближаемся. Кс-кс-кс. Эй, иди сюда. Эй. Эй. Ау. Ау. Какой-то туповатый зомбарь. Да, 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 здравствуйте. Не хочу я рисковать. Давайте лучше через окошко его как-нибудь потихонечку загасим. Иди сюда. Ну ты че там? Ну? Да капец. Ага, зашевелилась. Вот. Идем сюда. Вот, хорошо. Сейчас я тебя топориком-то быстро угандошу, наверное. Ну, давай. Умирай. Я на самом деле не знаю вообще, можно ли через окошко убить зомбаря. Да умри, что ли ты? Ну, пожалуйста. Жесть вообще. Офигеть, вот это да. Смотрите, у нас топор стал поврежденный. Так, просто так посмотреть в инвентаре у нас, к сожалению, с вами не получится. Нам нужно сначала это тело обыскать. И только потом уже можно заглянуть в карман. А у тебя нихрена и нету. Так, ладно. Давайте сейчас попробуем с нее добыть, скажем так, косточки. Так, пилой нельзя, а топором? Блин, и топором нельзя. А че за херня? Так, а похоронить тебя можно? Да, похоронить тебя можно. Блин, топором и пилой че, получается, нельзя разделывать трупы? Очень странно. Ладно, пилой это может быть неудобно. Хотя, почему неудобно? Удобно. Может быть, это не так сильно, конечно, ну топором-то че, пару раз рубанул и все, и тело готово. Не знаю, какое-то, скажем так, сомнительное решение, но, видимо, разработчикам этого сервера виднее. Сейчас нужно потрусить эти деревья, в надежде, что здесь еще будут какие-нибудь яблоки, груши, сливы. Но тут нихера нету, к сожалению. Да, Диман, голодный ты, конечно, это просто какая-то жесть. И собаки никакой нет. Хотя, че толку от собаки? Мы с вами ее разделать-то не сможем. Оказывается. Ни топором, ни ножовкой. А, может быть, это зависит от навыка? Хотя, может быть, здесь можно разделывать трупы только ножом. Я думаю, мы все это с вами выясним по ходу следствия. Ну, а если вы знаете, если вы играете на этом сервере, то пишите в комментариях. С удовольствием почитаю ваши советы. Ну, а если не играете, то приходите, будем с вами вместе играть. Кто там хотел вместе со мной поиграть? Вот, пожалуйста. Ссылка будет в описании. Заходите, погоняем вместе, если что, если получится. Если я от голода не сдохну. Боже, шушеный шампиньон. Как же это хорошо на самом-то деле. Пусть это не так сытно и питательно, как какая-нибудь консервочка. Но это хоть сколько-то восстановит нам калорий. Потому что мы с вами прям... По краешку ходим. Это очень-очень хреново. Грибов. Дайте мне хотя бы больше грибов. Если не даете фруктов, то хотя бы грибочков мне дайте, чтобы хоть чем-то я свое брюхо набил. Это просто оттаз какой-то... Так, шампиньон. Сырой шампиньон. Я не знаю, можно лезть или нельзя. Вы, кстати говоря, знали, что в реальной жизни можно кушать шампиньон. Так, еще один шампиньон. Ты сушеный? О, да, хорошо. Давай, давай. Давай кушай, Диман, как не в себя. Давай, давай. Так, больше нету, да? На самом деле это хорошо. Хоть сколько-то нам с вами позволит просуществовать. Влаги они, конечно же, не дают. Почти. Там чуть-чуть было. Так, кассета какая-то нахера нам с вами не нужна. В машине можно с помощью этих кассет прослушивать музыку. Но где мы, а где машина? Блин, хотел на самом деле уходить из города. Но куда я в таком состоянии, полудохлый, полуголодный, смогу добежать? Да никуда. Нужно возвращаться. Что я тут без вас нашел? Баллон с газом маленький нашел. И вот шампиньон. Интересно все-таки, что у нас в термосе налито. Вода просто. Если вода, то нужно будет ее вылить и просто в колоночки набрать. А вот если там какой-нибудь чай, интересно, налит. Вот прикольно, да? Если на сервере вместо водки присутствует чаек. Вот это красота. Вот это вот правильная, скажем так, пропаганда. Ой, тут уходить из города. Блин, добежал от тех домов до этих. Уже стало яблоко опять красным. Опять мы с вами теряем хп. Это просто какая-то жесть. Это в натуре прям какая-то одища, если честно. До этого попробовал здесь играть. Такой сраки, блин, не было. Это что за фигня такая? Мне тут что, специально админы подкручивают, чтобы я с голоду умер? Ну-ка, давайте мне без этого. Давай мне быстро фрукт. Груши. Две штуки. А можно три? Давай быстрее. Давай, 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 родимый. Блин, нет фруктов. Ну как так-то? Такое аппетитное дерево. У него вроде так много всякой фигни на ветках висит. А на деле нету нихрена. Блин, зомбари убивать я не знаю. Я сейчас потрачу свой последний топор. Школьный рюкзак пустой, к сожалению. Толстовка тоже пустая, к сожалению. Блин, ну дайте пожрать что-нибудь, пожалуйста. Семян бы найти каких-нибудь. Можно было бы огород развести как раз пока дождь идет. Но нет же. Нихренашеньки не дают. Нихренашеньки не падают. Не падает. Так, двери, двери, пожалуйста, скажите, что вы здесь открываетесь. Да твою мать. А это? Охренеть, все три двери запертых. Ой, жесть, а. Ой, жесть, как, конечно, это немножко вымораживает. Блин, а ведь он теперь не отойдет, да? Давай попробуем. Бежим. Ага, хотел ударить. Хрен тебе. Так, давай сейчас дамаг... Блин, я сейчас последний калорий потеряю. Нет! Что такое? Твою мать! Ой, как вас там много! Как же вас тут много! Твою-то мать! Нашлепали мне, конечно, капитально. Мало того, что я голодный, с голоду умираю, так еще и мне зомбари нашлепали. Жесть, а. Я говорю, вот тут, видите, прям пару ударов мы с вами получили, у нас уже че-то третий хп нету. Будем еще надеяться, что никакая. Так, что-то упало. Блин, слива! Ну почему слива? Почему не груша? Давай, жри! Так, ты одна была? Скорее всего, конечно же, одна. Ой, жесть! Ой, жопа! Я что-то думал, правда, первая серия у нас с вами будет немножко полайтовее. Ух ты ж, матросский сундук с ботинками. Ни хера себе. А его закопать можно? Да, можно закопать. А, нет, ну, в смысле, попробовать надо. Да, слушайте, закапывает. В принципе, можно, если че, отнести этот сундук куда-нибудь в лес. И, если уж совсем припрет, будем там хранить наши шмотки. Но я не донесу, я просто сдохну по пути где-то. Давай, давай мне фруктов, пожалуйста, пожалуйста. Яблок, груш очень-очень сильно нужно, пожалуйста. Я даже, кстати говоря, не знаю, какими медикаментозными способами здесь можно себе поднять хп. Ну, то есть, на аналогичных серверах там адреналин, всякие физрастворы хп восстанавливают. А чем здесь их поднимать, я, к сожалению, пока что еще не знаю. А как бы это знать-то, пригодилось бы очень и очень сильно. Что-то упало, что упало? Что-что-что-что-что-что-что? Груша. Отлично. Одна? Давай, ешь, ешь, пожалуйста. Яблоко делайся желтым. Я тебя очень сильно прошу. Че за херня? Че за дерьмо это было? Походу, в меня кто-то стрелял. Вот вам и пару человек, мать его, на сервере. Пару человек, а говнистые до жопы. Так, у нас что-то перелом какой-то руки. Надеюсь, не ноги. Блин, кровотечение еще. Но сейчас останавливаться нельзя, потому что если он где-то близко, он нас догонит. Но я думаю, что это где-то на высотках сидел какой-то кемпидраст. Потому что у нас там как раз высотки были открытые. Так, ну остановиться, перебинтоваться нам с вами по-любому надо. Потому что мы сейчас просто истечем, скажем так, кровью до... до полна. Жесть, но я себе, конечно, не такое знакомство с людьми на этом сервере представлял себе. Так, ладно, перебинтовались. Надеюсь, ничем мы с вами не заболеем. Вот это, конечно, жесткач. Вот это, конечно, начало. Вот это я понимаю, крутотенюшка. Ладно. Давайте тогда будем из этого района немножко сваливать. Потому что что-то мне как-то здесь не нравится. Курица. Так, курицу здесь можно разорвать. С очень, мать его, неприятным звуком. На самом деле мне он так... так не нравится. Ну, это, конечно, добавляет немножко реализму. Так, давайте собираем. Ой, как мало получилось мяса. Так, автомат давайте выкинем. У меня все равно на него патронов нету. А вообще давайте его в руки просто возьмем и все. Недалеко мы с вами ушли, на самом деле, от того места, где нас встретил какой-то хрен, который в нас стрелял. Я вот на глаз положил на вот этот яблоневый сад, потому что у нас опять яблоко красное. Жесть просто. Просто, мать его, жесть. Мне нужно найти какие-нибудь фрукты в себе про запас. Нужно отожраться про запас. Потому что, ну, я даже убежать отсюда никуда не могу, нихера. Блин, самый берег, а? Самый берег, и уже мы с вами кого-то здесь встречаем. Настолько мало людей на сервере. А все равно какой-то хрен пришел и стреляет нас. Что за невезуха? Перел... А, рука сломана. А, нет, прыгает. Ну-ка. Нет, он перелазить не может. Значит, видимо, сломана рука. Здесь нет, конечно, таких жестких последствий, как на неудержимых, насколько я понял. Но все равно приятно. Ой, хп красный. Твою мать. Ой, жесть. Я сейчас еще, видимо, и сдохну после всей этой херни. Вот это я понимаю. Вот это будет, конечно, крутое начало. Стой, я... Руки грязные. Твою мать, баран. Так, вымыть руки. Давай, пожалуйста, быстрее. Ну, я все равно уже похавал. Я уже сейчас, скорее всего, чем-нибудь заболею, да? Будем надеяться, что у них на это не настроена никакая болячка. И мы с вами сможем спокойно себе здесь поискать яблок. Ой, жопа. Вот это, конечно, срака. Хе-хе. Я, честно сказать, прям вообще разочарован и расстроен немножко. Может, джекпот. Просто джекпот. Два яблока сразу упало, вы представляете? Офигеть, а. Вот это мне фортануло. Я тут стараюсь потихонечку на картонах ходить, чтобы у нас калории, скажем так, тратились только на одну полоску вниз между этими деревьями шастой. Блин, у меня просто выхода другого нет. У меня хп красный. Если я сейчас от голода буду терять хп, то я вообще отсюда никуда не уйду. Еще сейчас я очень сильно боюсь, как бы этот хренов снайпер сюда не пришел. Но, опять же, повторюсь, выбора у меня вообще никакого нет. Если я сейчас отсюда убегу, я просто-напросто склею ласты с голодухи. О, еще яблочко. Хорошо. Ну, конечно, твою мать, я заболел. Все-таки эти кровавые руки дают о себе знать, что это за болячка, чем она лечится. Я вообще просто не представляю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Единственное, что у меня есть, это активированный уголь. Я даже не знаю. Ну, давайте попробуем сожрать. В принципе, если мы с вами траванулись, да, если грязными кровавыми руками поели, траванулись, логично предположить, что уголь нам с вами поможет. Но это так, знаете, пальцем в небо, скажем так. Надежды очень-очень маленькие. И шансы наши на выживание, если честно, вообще просто близятся к нулю. Если они вообще хоть какие-то здесь присутствуют. О, нет, смотрите, вылечилось. Боже, спасибо тебе. Боже, спасибо. Жесть, мы на таких кропалях тут с вами выживаем. Это просто атас. Я пока весь этот сад не облутаю, меня отсюда ничто не заставит уйти. Только если этот хренов стрелок ворошиловский. В общем, я уже устал тут немножко, на самом деле, лутать этот сад. Я пока его лутал, смотрите, у меня кровь восстановилась до белой. ХПшки у меня уже стали желтыми. Это хорошо. Явно здесь увеличена скорость регенерации и ХП, и крови. Не знаю, это хорошо или плохо. Но и, как мне кажется, их и меньше, чем на ванильном сервере, грубо говоря, их. Вон, смотрите, трое выживших. То есть сейчас, вот в то время, пока я записываю, на сервере всего три, мать его, человека. И это же надо было мне так повезти, чтобы я попался на того чувака, который, блин, в меня стрелял. Это вообще просто жесть какая-то. Я такой везучий, как никто. Давайте сейчас где-нибудь сверху засядем и будем подводить какие-нибудь небольшие итоги. Что, по факту, мы с вами смогли здесь найти. Кстати говоря, а что у нас стреляли у нас? Что у нас повредилось что-нибудь? Рюкзак сильно повреждено, но он, по-моему, такой и был. Топор Badly Damage у нас тоже вроде такой и был. Курица где-то кудахчет. Нужно будет выйти за ее бренной тушкой. Так, ну что мы с вами смогли найти? В принципе, различные интересные луты у нас есть. Куча патронов, но, к сожалению, нет ни одного гнестрельного оружия. А то бы мы с вами дали отпор тому негодяю. Может быть, там вообще был какой-нибудь, я не знаю, капкан или что-то еще такое. Потому что, ну, как бы, звука выстрела я не слышал. Может быть, конечно, был какой-то глушитель или что-то еще такое. Не знаю, но вообще какая-то прям очень странная ситуация. Что произошло, я так до сих пор еще и не разобрался, скажем так, до конца. Фух, но есть как есть. Я, если честно, правда думал, что начало будет немножечко полайтовее. Но получилось, как получилось. Надеюсь, вам понравится серия. Надеюсь, вам понравится этот сервер. Потому что мне сервер понравился. И хотелось бы, конечно, чтобы здесь немножечко поднялся онлайн. Потому что, ну, как бы, с таким количеством онлайна мне выживать будет комфортно. Хотя, что комфортно? Если я здесь вот в одном городе в стартовом лутаюсь, и здесь все люди эти бегают вокруг меня, а то уже как... Ты где лежишь? Так. В ящике... О, ни хера себе, а в ней бинт лежал. Офигеть ты, какая хитро спрятанная. Засранка была. Может быть, она вообще за стенкой там лежала. Через текстуру ее так взяли. Читерюги. Ладно, давайте, наверное, на эту нашу серию вступительную, скажем так, ознакомительную с этим сервером будем заканчивать. Зимка где-нибудь здесь приляжет, отдохнет, забаррикадирует дверь, так, чтобы к нам сюда никто не зашел. Сожрет все эти яблоки, сходит, поищет курочку на улице. Плюс в термосе себе наполнит немножечко чистой ключевой воды. Заодно проверим, можно ли в банку будет налить воды. И будем уже на боковую, скажем так, ложиться. Кстати говоря, еще информация, кто на стримах просил, у меня теперь на канале есть спонсорка, поэтому, если вы хотите меня поддержать еще и материально, прошу в описании, ну и ссылка там будет выше сделана. Это, конечно, не обязательно, но я буду вам безмерно, скажем так, благодарен. Ладно, давайте будем на этом серию заканчивать. Спасибо, что вы были со мной, спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Редхар и сервер Апокалипсис. Всем пока, надеюсь, скоро увидимся.